Сколько людей, столько и мнений. Но нам с вами, думаю, интересно узнать, на чьей стороне правда, и что такое правда. Но если вы пойдете дальше в своих рассуждениях о правде, то у вас возникает вопрос, кто есть правда? Существует лишь одна правда, и это Иисус Христос. Я написал одну статью в газете. Илона разместила ее у себя на страничке в социальной сети. Если вы ее еще не читали, обязательно прочитайте. Это прекрасная статья о том, где лежит наше сердце как общины, как мы организованы и во что мы верим. Большая часть статьи посвящена новому рождению. Мы с вами недавно праздновали рождение детей, новое рождение. Рождение вас как нового существа является основным. Я верю в создание нового человека Иисусом Христом. Мы получаем часть божественной природы, мы становимся одним целым с Богом. Мы связаны с Ним, мы получаем Его мир, Его победу. Я писал там и об Адаме, с Евой, думая о тех людях, кто никогда не читал Библию. Я объяснил, что Бог создал все идеально, но потом что-то сломалось. Сообщения о поломке было для многих достаточно. Они дальше не читали мою статью. Эти люди писали мне электронное письмо. Я приведу его текст. Уважаемый господин Пауэ, касательно вашей статьи в газете, от какого-то числа, я чувствую, что обязан вас предупредить. Вы исходите из того, что человек был создан идеальным, но произошло замыкание. Это означает, что каждый из нас от природы должен быть поломанным. Это, конечно, сущее неправда. Вы очень сильно заблуждаетесь, считая, что человек запнулся, но в нем осталось зерно хорошего. Библия говорит нам о том, что человек был создан хорошим. Бытие один, но он полностью отрекся от Бога и примкнул к его врагу. Читайте главу Бытие 3, Псалом 14, стих 3. Затем после падения Адама человек стал смертным физически, умерев и духовно, и он больше не способен творить добро. Падший человек должен умереть за грехи и возродить вновь по образу и подобию Господа. Ефесянам 4, стих 2. Гейдельберский катехизис. Вопрос и ответ 88. Святой Дух работает вне человека. В человеке, благодаря милости Божьей и заработанной любви Божьей. Если вы не упоминаете это, то предаете опасности многие человеческие жизни. То есть до того, как вы будете преданы, я уже поработал над этим. Как мне ответить на это письмо? Слушайте внимательно. Первый вопрос, который я себе задал, это какой Дух стоит за этим? В своей прошлой проповеди я рассказывал вам о том, к какому Духу вы позволяете себя вести. Есть два варианта. И нет ничего нейтрального. Во всем, что вы делаете, во всем, о чем вы пишете, присутствует Дух. Или вы позволяете себя вести Духу Божьему, Духу Правды. Или вас ведет Дух Лжи, Духу Мирскому. Может быть, это звучит очень сухо и жестко, но действительность такова. Все, что мы делаем, все, что мы говорим и о чем пишем, все происходит благодаря Духу Любви, Духу Правды, Духу Бога, Духу Иисуса Христа. Или все идет от Духа Лжи. Помните выпуск «Я не раб»? Я уже был освобожден. Вы должны себе представить, что вы не раб чего-то. Вы не раб наркотиков, секса, алкоголя, порнографии, законов, перфекционизма. Вы раб кого-то. Вы не раб чего-то, но раб кого-то, кто использует это, чтобы держать вас в рабстве. Раб — это тот, кто не может делать то, чего хочет. Если вы раб, то вам запрещено злиться, осуждать. Раб не в состоянии выдержать свою волю. Раб исполняет волю хозяина. Как бы вы ни смотрели на людей вокруг нас, какими бы духами они не были ведомы, мы всегда дружелюбны, всегда терпеливы. Если человек ведет Дух этого мира, то они рабы, и не знают сами, что они делают. Ведь они не выражают свою волю и свои мысли, но волю хозяина. Это звучит жестоко, и сами люди этого не увидят. Но это правда, которая нас учит Библия. Хорошо знать, кто такой мирской дух. Я всю неделю размышлял и искал его имена. Его зовут Сатана. Змей. Дракон. Он вор. Он врун. Убийца. Он обманщик. Он принц этого мира и самый высший над темными силами. Он стоит над грехом. У него власть над смертью. Он властелин царствия тьмы. Это и есть дух этого мира. К счастью, мы знаем о существовании двух царств. С того самого дня, что Иисус пришел в этот мир, Он сказал, и сейчас Царство Божие придет в этот мир насильно. Царствие Его приблизилось. Иисус – властелин. Иисус – владыка. Иисус – Всевышний Бог в Царстве Небесном. Иисус нам говорит, вы не можете увидеть Царствие Небесное. Не можете Его ощутить. Вы не понимаете, что это такое. Если вы не были заново рождены, лишь только если вы были заново рождены от Святого Духа и воды, то есть были погружены в воду, только тогда вы сможете увидеть и понять Господа Бога. Иисус говорит нам, «Царствие Мое близко, но где же оно? Внутри Его членов. Царствие Божие внутри вас. Если Иисус, наш Владыка, придет в вашу жизнь вместе со Своей властью, Своим авторитетом, со Своей ответственностью, то есть Царствие Его, оно внутри вас. «Я — свет мира», — сказал Иисус. «Я — свет мира. Это Я вам говорил сегодня утром во время молитвы. Он вас, значит, и вы — свет этого мира, и нет никакой тьмы. Это не должно победить вас. Кто такой Иисус? Он говорит нам, «Я — путь, Я — правда, Я — жизнь». Он — свет, Он — пастырь, Он — добрый, Он — Христос, Он — Мессия, Он — Владыка Царствия Небесного. Существует два царствия, два владыки, два вида людей и два пункта назначения. Давайте посмотрим, что это за два типа людей. Если вы ведомы духом этого мира, то вас ведет Сатана. Мы только что разобрали. Как бы ни было, это больно слышать. И тогда ваш пункт назначения — это смерть. И вы раб. Раб Сатаны, духа этого мира с пунктом назначения смертью. Звучит жестко, правда? Но если вы ведомы духом правды, Иисусом Христом, то вы брат Иисуса, сын Бога, отца. У вас есть жизнь вечная, и ваш конечный пункт — это вечная жизнь. Если вы взвесите эти два варианта, то выбор очевиден. Я хочу быть частью Царствия Небесного. Я надеюсь, что вы про себя говорите эти два слова. Да, я хочу быть частью Царствия Небесного. И пусть Иисус будет Его владыкой. Я не хочу быть сыном Сатаны и принадлежать Его Царству. Я не хочу умирать, а хочу жить. Даже если вы еще не чувствуете потребности быть с Иисусом, Он уже работает внутри вас, так как вы здесь, и хочет, чтобы Иисус Христос был вашим Всевышним, и вы жили вечно. Есть два типа рабов. Есть два типа рабов. Есть рабы, не верующие в Бога. Они говорят, что Бога нет и не верят в Него. Они могут говорить, что есть какая-то высшая сила. Они живут по своей воле, слушают лишь себя, свои потребности, так они думают. В Библии сказано, что они живут, подчиняясь Сатане. Он ведет их. Дух мира работает в непослушных детях. Они рабы дьявола. Поэтому мы не должны никого осуждать, чтобы он в своей жизни не делал. Какие бы плохие поступки он не совершал по отношению к вам или другим людям, ведь этот человек не знает Бога. Он не умеет по-другому. Он не знает и делает только плохое. Это его природа. Радуйтесь, что он не знает ничего ужаснее этого. Не стоит осуждать этих людей. Они не могут иначе и не знают, что они рабы. И единственное, что мы можем сделать, это проповедовать Евангелие жизни и прощения, рассказывать им о другом царстве, о существовании Иисуса Христа и в нашу веру в воскресение из мертвых. Первый тип раба — это раб, признающий Бога. Они все время учатся, но не приходят к познанию того, кто есть Иисус на самом деле. Они все знают и даже называют Бога своим отцом. Иногда они понимают, кто такой Иисус, но они отказываются принять Его своим Господом, своим Всевышним, невзирая ни на какие доводы. Может быть, они хотели бы сделать это, но они предпочитают оставаться рабами и пребывать в неведении. В Библии сказано, что Дух этого мира ослепил их, притупил их мысли, и они не могут принять Иисуса своим Всевышним Богом. Поэтому не стоит обвинять одного или другого. В любом случае, это люди, не знающие, кто они такие, по чьим руководствам они идут и куда они идут до тех пор, пока они не выберут Иисуса своим рабом. Когда они примут Иисуса, Он войдет в их сердца, они будут заново рождены и смогут увидеть Царствие Божье и поймут Слово Божие и то, как устроен этот мир. Иисус беседовал с фарисеями. Они знают Библию вдоль и поперек. У них все законы и правила. Они знают все. Нам не нужно дословно знать Библию. Единственное, что нам нужно знать четко, это то, что Иисус Христос наш Всевышний. И вы верите в Его воскресение. Если вы верите в эти две вещи, то вы сами воскреснете из мертвых и получите жизнь вечную. Большего вам знать и не надо. Мне не важно, кто знает больше стихов Библии. Я хочу знать лишь, верите ли вы, что Иисус Христос, Сын Бога, Владыка этого мира, воскресший из мертвых, и мы с вами воскреснем из мертвых. Это единственное, что меня интересует. Это все проще простого. Оно открыто для тех, кто хочет понять простое, и сокрыто от тех, кто желает запутаться в правилах и законах. Никто сегодня отсюда не уйдет, не став частью Царствия Божьего. Вам нужно принять то, что Иисус победил сатану. Он сидит на троне, мертвые воскреснут в один день, и вы воскреснете из мертвых. Иисус, мой Господь, иди ко мне в сердце. Господь, ты спасешь меня из Царствия тьмы и перенесешь меня в Царствие Света. Проблема в том, что очень многие люди ищут в Иисусе Спасителя. Да, я был спасен Иисусом, я буду на небе. Но Иисус не может быть вашим Спасителем, если Он не ваш Всевышний. Тот факт, что Иисус Всевышний, дает Ему признание того, что Он ваш Владыка. Он Всевышний Бог. И это дает власть Ему перенести вас из Царствия тьмы в Царствие Света. Иисус говорит нам, хорошо, ты веришь, что Я Всевышний, тогда Я заберу тебя из Царствия тьмы и перенесу в Своё Царствие и дарую тебе жизнь вечную. Иисус тот, кто осуществляет в вас ваши желания, волю и ваши дела. Но вы тот, кто должен сказать, я верю, что Иисус наш Всевышний Бог. Почитаем из Библии. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоём. То есть, слово веры, которое проповедуем. Знаете, много молитв читается о благополучии, об изменениях в жизни, о новой машине, о доме, о том, о сём. Я в это не верю. Я верю в Иисуса Христа. А Иисус даст мне всё необходимое. Я не верю в получение материальных вещей. У меня лишь одна вера. Вера в Иисуса Христа. Сына Бога, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мёртвых, то спасёшься. Мы с вами склоняемся к тому, чтобы видеть в Иисусе простого человека, пришедшего на эту землю. Но Иисус существовал задолго до Своего пришествия на землю. Тогда Он был Христос, Мессия. Им одним было создано всё. На нём одном держится всё. Он существует везде, но Он пришёл в образе человека, поэтому Он был наречён Иисусом. Он Бог, Он спаситель Своего народа. Он есть, кто Он есть на самом деле. Он Всевышний, Он начальник всей нашей лавочке. Он заведует всем. Всего видимого и невидимого. Так сказано в Библии, Он наивысший авторитет. Он сидит на троне, выше всякой власти, всякой силы, выше любого авторитета. То есть, если кто-то, имеющий всю власть и весь авторитет, чтобы освободить вас от власти тьмы, из царствия тьмы, это Он, Иисус Христос, Он наш Всевышний, сидящий на троне. Поэтому мы говорим, я так хочу быть спасенным, я так хочу то или это. Начните с того, что Он ваш Господь. Если Он ваш Господь, то Он имеет власть надо мной, над моим телом, над моими отношениями. Иисус управляет всем тем, что Я имею, что Я делаю, что Я делаю и куда Я иду. Это дает нам невероятную силу. В Библии говорится, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Вам не за что просить у Него прощения. Он спас вас от всех ваших грехов. не надо выпрашивать у Него прощения. Да, вы давно прощены. Они забывают о том, что прощение грехов им не нужно. Если Иисус не воскрес из мертвых, вам не нужно это прощение. Если вы сами не воскреснете из мертвых, мы верим в Иисуса Христа, Господа нашего, воскресшего из мертвых, победившего силы тьмы здесь на земле. Дьявол был принцем в этом мире. Иисус победил его на его земле. Он стал равным со смертными, а потом вознесся на небо. Он теперь сидит выше всякой силы, всякой власти. Он воскрес из мертвых, и мы воскреснем из мертвых. На что мы надеемся в своей вере? Все хотят жить вечно. Посмотрите на этот мир. Посмотрите вокруг себя. Мы делаем все возможное, чтобы улучшить этот мир, но нам не удается. Мы решаем одну проблему, и тут же возникает другая. Единственный, кто может сделать этот мир лучше, это Иисус Христос, когда он придет вновь в наш мир, и мы будем править в нем. Все, что мы переживаем в этом мире, трудности, горести, голод, войны, болезни, это предшественники появления нового мира. Так говорится в Библии. Весь мир, все, что здесь есть, даже растения и животные, хотят создания нового мира. Мы с вами знаем, что придет новый мир, и земля будет новой. будет мир, в котором все нормально, идеально, на веки веков. Это нам и говорит Евангелие, это и есть обетование, что нам дал Бог. Он Всевышний, Он имеет всякую власть, и никто Его не остановит. Два господина, два царствия, и тем, кто принял Его, дал Он власть быть детьми Божьими. Что вам нужно сделать? Вы сейчас находитесь в царстве тьмы, под властью сатаны. Вам не нужно особое откровение. Вы это уже знаете. Вы можете сами осмыслить это и понять, на чьей стороне вы находитесь. Если вы на неверной стороне, посмотрите на Господа, сидящего на противоположной стороне. Этот господин может вас освободить из-под власти сатаны. Только скажите ему, Иисус, ты мой господин, я выбираю тебя, освободи меня от власти сатаны, и он скажет прекрасно. Я тебя сегодня заберу. Я перенесу тебя на другую сторону и дам тебе жизнь вечную. Я дам тебе будущее и надежду. Два господина, два царствия. Давайте разберем эти два закона. Почитаем из Библии. Следующие слова говорит нам верующий, тот, кто уже был заново рожден. потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Не в будущем времени и не в прошлом, но сейчас. Как закон ослабленный плотью был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех во плоти. Два закона, две системы координат. Иисус освободил меня от законов греха и смерти. Что это за закон греха и смерти? Иисус говорит, Моисей принес нам этот закон, и этот закон верен. Но Моисей, принесший закон, сказал фарисеям, он и будет вас обвинять. Виновен? Виновен? Виновен. Смерть? Смерть? Смерть. Это оружие использует сатана, чтобы заключить нас в свое царствие тьмы. Это закон греха и смерти. Почему он так называется? Потому что он правит грешными людьми, которые мертвы духовно. Он показывает нам, что эти люди мертвы духовно. Они грешат. И он позволяет им грешить еще больше. этот закон может лишь открывать грех и увеличивать его, обвинять вас и приговаривать к смерти. Это единственное, что он может сделать. Если вы зададите себе свод правил, вам никогда не удастся полностью им следовать. Плохие новости в царстве тьмы все подчиняется именно этому закону. Знаете, что говорилось в пророчестве? Народ, сидящий в глубокой тьме, увидит свет. Что это за свет? Иисус Христос. Это свет. Это не закон греха и смерти, но это закон жизни в Иисусе Христе. Дорогие мои, если мы были заново рождены, мы больше не можем функционировать под гнетом закон греха и смерти. Вам нужно распрощаться с ним раз и навсегда. Есть лишь один закон, что работает в вас. Это закон духа жизни. Сам Бог Отец, наложивший на нас этот закон, который использует сатана, чтобы нас осуждать и обвинять, послал своего единственного Сына, Иисуса Христа, свет этого мира, чтобы разбить любую тьму. Если я выбираю Иисуса Христа своим Господином, то Его свет приходит в мою жизнь, и тьма будет побеждена, и я буду свободен от закона греха и смерти. Вы когда-нибудь задавались вопросом, насколько велика тьма? Адам ходил в свет. Я не говорю о свете звезд и луны, но о том свете, что послал Господь, то был сам Христос, ведь в нем и им одним было создано все в этом мире. Адам пришел в этот мир, его окружал свет, а в тот момент, когда он выбрал духа этого мира, мир снова окутала тьма. Адам прикрыл себя листьями фигового дерева, которое росло, судя по всему, неподалеку. листья фигового дерева похожи на человеческую пятипалую ладонь. Я не раз говорил о пяти пунктах. Первый пункт. Когда Адам попробовал запретный плод, он лишился своей силы. Ваш большой палец это ваша сила. Он попал под власть тьмы, а сила тьмы может затронуть все аспекты вашей жизни. Его пункт назначения изменился, и он пошел к смерти. Из-за того, что Адам согрешил, стало происходить следующее. Плоды падали с деревьев, растения засыхали, лев, игравший с ягненком, съел его. Вы можете себе представить все эти перемены. В мире начала нарастать боль. У него появились дети. И он видел, сколько боли и трудностей выносила его жена. когда его дети поссорились, то один из них убил другого. В конце концов, он становился дедушкой. Это приносит ему огромную радость. И он называет своего внука Енох смертный, хрупкий. Смерть, отсутствие вечной жизни. Пункт назначения у него и его детей изменился на смерть. Тело начало болеть и стареть, слабеть и болеть. Затем у его потомков стали происходить выкидыши, рождаться больные дети, появляться люди, не знающие, кто они есть, в своем теле, мужчины или женщины. Это все происки духа этого мира. Сразу же портятся отношения, а это безымянный палец, на который мы надеваем кольца. Увеличивается количество разводов. Люди испортили отношения с Богом, друг с другом, и перекладывают свою вину с одного на другого. И последний мизинец, отвечающий за баланс. А он негативный. Жизнь стала трудна, работать нужно много и усердно. Жизнь Адама и Евы перевернулась с ног на голову теперь, когда они попали под власть царствия тьмы. Они прикрыли свои причинные места фиговыми листьями. Но пришел Бог и сказал, снимите это. И в тот момент Бог впервые в присутствии Адама и Евы убивает зверей. Зверей, с которыми они жили, которым дали имена. Бог убивает их и делает из них шкур, одежду для Адама и Евы. Думаете, они слезно не умоляли его не делать этого? Весь их мир рухнул словно карточный домик. Спасибо Господи, что Ты никогда не оставляешь нас. Давайте запомним следующее. Они надели фиговые листья. Иисус сказал фиговому дереву, отныне до не вкушает никто от Тебя плода вовек. Иисус сказал о конце времен следующие слова. Все будет так же, как в дни Ноя. Когда вы увидите, что фиговое дерево размягчилось, то время пришло. Многие говорят, что фиговое дерево это Израиль. Может быть это так, но я думаю, что это грех. Мы живем в такие времена, когда мы грех называем добром. Мы называем плохое хорошим. Дух этого мира сидит в каждом логотипе современных фирм, в каждом фильме. На каждой улице вы видите радужный флаг, а это арка Ноя. Это верность Бога. Дух этого мира громко кричит, мы живем во времена Ноя. Это и есть дни Ноя, когда греха стало намного больше. И люди стали называть плохое хорошим. Пять пальцев. Я вижу, что мне уже нужно заканчивать. Но также пять чудес Иисуса. Для меня они немного другие, чем для католической церкви. Многие Иисуса были пригвождены кресту за нашу жизнь во грехе. Иисусу проткнули Бог копьем, убив Его для того, чтобы мы могли жить. Его тело было растянуто для того, чтобы мы с вами были здоровы. Руки Его приколочены к кресту из-за разбитых отношений. На Его голову был надет терновый венец проклятия, чтобы мы с вами были благословенны. Пять вещей, что нарушил Адам, Иисус изменил навсегда, пожертвовав собой на кресте. Но Он не остался там. Он воскрес из мертвых. Моисей поднял медного змея на кресте. Иоанн говорит нам, что мы также должны возвысить Иисуса. Иисус в действительности тогда на кресте был приравнен к медному змею. Он сделался равным сатане. Он вынес болезнь, смерть, страдания, слабость, отношения, проклятие. Он был полностью приравнен сатане. Полностью отделен от Бога. Он стал частью тьмы, от Бога. затем воскреснуть из мертвых благодаря власти и авторитету Бога. Он победит все, посланное ему сатаной, и принести нам жизнь вечную. Давайте прочитаем еще один текст из Библии. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. И что возвещаем не человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не можем разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Но мы знаем о дарованном нам. В тот момент, когда мы спасены верой в Иисуса Христа, мы переносимся в Царство Света. Чтобы спастись, нам нужна вера, и в Новом Царстве мы получаем обещанное нам. Многие верующие стремятся дотронуться до Иисуса, но нам не нужно этого делать. Иисус уже дотронулся до нас, потому что мы верим. Иисус уже до нас дотронулся. В момент спасения мы должны знать, что Иисус всей Своей силой, всей Своей благодатью, всем тем, то, что Он даровал нам, живет внутри нас. Нам не нужно стремиться получить то, что нам уже причитается. Это значит, вы можете отдохнуть, вам не надо никуда спешить, верующие никуда не спешат. Мы можем сидеть и верить, что все то, что Он обещал нам, Он пошлет нам. Но мы со своими хорошими намерениями стремимся сделать угодное Богу и просим Его о том, чего желаем сами. Но факты не меняются. Вы можете поститься, вы можете молиться, стремиться, охотиться, бежать и делать все, что считаете нужным. Но факты не меняются. Например, я женат на Илоне. Я могу молиться, но я не стану менее женатым. Я могу поститься, но я тоже не стану менее женатым на ней. Я могу дарить ей подарки, но я тоже не стану более или менее женатым на ней. Чтобы я не сделал, я стану женатым на ней. Но она у меня довольна. А странный язык. И если я ей в обычный день скажу «Илона, я верю, что я на тебе женат». Слышите разницу? Я женат или я думаю, что я женат на тебе? Я женат — это факт. Между этими двумя предложениями огромная разница. Я женат на тебе. Это неоспоримый факт. Я уверенно говорю об этом. Если бы я был заново рожден и принял Иисуса Христа своим Господом, то я был рожден от Бога. Я часть божественной природы. У меня есть жизнь вечная. Я — единое целое с Отцом. Я — одно целое с Иисусом, со Святым Духом. Я — ребенок Бога. Я освобожден от закона греха. Я больше не буду осужден. Я не живу больше, но Иисус живет во мне. Дьявол, сатана — обманщик и лжец. Но тот, кто во мне, он намного больше того, кто в этом мире. Это не я живу, а он во мне. Не забыли, когда Иисус вознесся на небо, он сбросил всех демонов на землю, зная, что у всех них осталось не так много времени, а нас он заберет с собой на небо. Он был сброшен на землю, а мы вознесены до неба, и мы сидим вместе с Богом на троне, выше всякой власти, выше всякой силы, и мы правим вместе с Ним вечно, когда Он придет, и мы придем вместе с Ним. Давайте все вместе встанем и поаплодируем Ему. Он заслуживает этого. Давайте закроем глаза. Единственное необходимое это быть заново рожденным и верить, что мертвые воскреснут, потому что Иисус воскрес из мертвых. В Библии сказано, если вы говорите это, если вы верите в это, в этот факт всем своим сердцем, то вы будете благословенны, если вы верите, что Иисус Всевышний, то Он придет, возьмет вас и перенесет из Царствия Тьмы в Царствие Света. Все эти стремления вашего сердца больше не быть рабом сатаны, а быть ребенком Бога, быть спасенным Иисусом. Поселил вас Святой Дух, а сейчас пришла ваша очередь выбирать. Давайте все вместе помолимся о том, что Иисус Христос, наш Господь, воскресший из мертвых. Если мы прочитаем эту простую молитву, то в Библии сказано, а Бог не врет. Мы это знаем, что Он придет, возродит нас заново и даст нам новую жизнь, вечную. Давайте помолимся и выразим Ему нашу благодарность, покажем Ему нашу радость тому, что Он дал нам в Иисусе Христе. даже если вы смотрите нас дома онлайн, перед экраном, молитесь вместе с нами, слова, что вы произносите, имеют огромную силу. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя, что Ты послал Иисуса в этот мир. Я провозглашаю, что Иисус наш Всевышний Бог. Он сидит на троне Высшим всякой власти и силы. Я верю, что Он воскрес из мертвых. Отец, позволь Иисусу сегодня спасти Меня из царствия тьмы и поместить Меня в царствие Твоего Иисуса. Спасибо Тебе, что Ты сделал все это ради Меня. И если Вы сказали это и помолились, то Вы заново рождены. Так сказано в Библии. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok